Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено пижамным ароматам. Кому-то может показаться, что такое пижамные ароматы, какая-то блажь. Но на самом деле, вот для меня это отдельная категория. Это отдельная категория ароматов для сна. И это видео давно уже меня запрашивали снять. Вот с удовольствием снимаю. Наконец-то накопилось энное количество именно вот этих пижамных ароматов. Поэтому вот сейчас хочу вам их показать. Я люблю пользоваться в течение дня двумя, тремя, четырьмя ароматами. Разными в зависимости от времени года, в зависимости от моего настроения, в зависимости от стойкости аромата, естественно. Если он очень стойкий, мне не нужно наслаивать на него еще какие-то четыре аромата. Нет, я уже в нем прохожу и буду счастлива. Но если аромат более-менее легкий, почему нет? И вот пижамные ароматы у меня случились такие. Следующие. Первый номер один, самый-самый-самый пижамный. Это Serge Lutens Shergi. Кто давно меня смотрит, наверное, знает, да? В Сиднее нет вообще центрального отопления. И когда зима, здесь реально холодно. Вы не поверите, ну правда холодно. Если вот у вас нет батареи, мы все привыкли, мы привыкли в России. Чуть там похолодает, все, затопили, тепло, хорошо. В Сиднее такого нет. Поэтому в основном зимой все используют обогреватели. Или газовые обогреватели прям подключают к газу. Но я не люблю с ними спать. Я, ну как-то мне не нравится. Это сушит очень кожу и вообще. И вот я помню, когда у меня появился этот аромат Shergi, я его помню, что я думаю, дай-ка я его на ночь нанесу. И так хорошо с ним было. Вот он реально такой вот, как теплый домашний очаг. Я не говорю там про мужа, да? Муж тоже там, все отлично. Но вот если мы говорим про ароматы на ночь, то вот Shergi, один из самых лучших ароматов, с ним хорошо засыпается. Он очень меня успокаивает. Но это прям вот аромат релакса для меня. А что нужно нам еще, когда мы идем спать? Расслабиться. И видеть сладкие сны. Вот этот вот аромат для меня номер один. Вот номер один именно пижамный аромат. Бесподобный, восточный, пряный, древесный, в меру тяжелый, табачный. Ну вот он офигительный. Хотя я его люблю тоже носить и не только на ночь. Но вот на ночь он для меня вот прям номер один. Следующий аромат тоже будет Lutans. Быстро о нем расскажу, потому что практически уже очень много о нем я говорила. Это Jodepo Игрикожия. Он для меня вообще такой одомашненный. Вот он для меня дом. Я вот когда дома, очень люблю наносить на себя Jodepo. Мне в нем уютно, мне в нем комфортно, мне в нем классно, позитивно. Ну, люблю я его. И поэтому, конечно же, он плавно переходит в ранг из домашнего вечернего в сонный аромат. И знаете, иногда ночью вы просыпаетесь, и вот ночью вы прям можете чувствовать, чувствовать от себя вот этот вот аромат. Будь то этот или этот. И я вот прям, знаете, мне все время так это радует. Я вот проснусь ночью, там, знаете, сквозь сон там что-то, там думы какие-то, мысли. И вот я вот чувствую, что вот аромат, аромат-то есть. Подушки пахнут. Как хорошо пахнут подушки. Это вообще, это рай. Это рай на земле. Все, отошли от Сержа Лютанца. Мой новый спальный прекрасный аромат в этом году. Не только спальный. Это маск реважор от Фредерик Маль. Разрушительный мускус. Здесь, если те два такие спокойные ароматы, это уже такой сексуальный, но, тем не менее, тоже очень классно в нем спится, засыпается. Он, знаете, он такой хамелеонистый, хамелеон. Иногда он такой агрессивный, хищный, а иногда вот он наоборот такой мягкий, пушистый, убаюкивающий, какой-то комфортный, легко носительный. Ну, в этом и прелесть ароматов. За это мы их и любим, за их многогранность, за их неповторимость и способность дать нам совершенно разные эмоции. Вот маск реважор для меня вот он именно такой. Я, когда его первый раз затестила в магазине, он мне не понравился. Он мне почему-то напомнил Том Форд Табака Ванил, который я вообще не люблю. Не знаю уж почему, бывает. То ли я не в ту погоду его, знаете, попробовала, вот, маск реважор. А потом я пришла и вот как-то опять его нанесла, и это была совсем другая история. Никакой там ванили Тома Форда там не было, абсолютно. А был вот разрушительный мускус. Название просто попадание, стопроцентное, стопроцентное попадание. Мне нравится наносить его сразу после душа. Он такой, знаете, горячий. Он горячий аромат, яркий, горячий. Еще хочу рассказать, согревающий. Ну, что еще нам нужно перед сном? Прекрасный, прекрасный аромат. Еще заметила за собой, любила наносить летом после душа, не чтобы согреться, а чтобы, знаете, ощущение получить такого вот какого-то нереального ухоженности, такого вот прям роскоши. Знаете, получить ощущение роскоши, не путем там обмазывания себя каким-то дорогущим кремом. Летом, знаете, не хочется особо мазаться. А вот опрыскал себя после душа. Ну, это было бесподобно. И вот на ночь Royal Masks от бренда Mikalif. У меня еще это старый флакон. Ну, кто вдруг меня не смотрел раньше. Сейчас они поменяли дизайн флакона. Они такие квадратные. Вот у меня это еще предыдущий дизайн. Мне он, кстати, нравится больше. Он такой. Сейчас они все одинаковые, их легко спутать. На мой взгляд. На мой непривередливый взгляд, взор. Ну, королевский мускус. Этим все сказано. Мускусный аромат и вообще очень хорошо работают в постели, я бы сказала. И вот это один из ярких тому примеров. Невероятный. Невероятный именно летом. Зимой он такой прохладный. Зимой он... Зимой я советую Маскроважор все-таки. Разрушительный мускус. Он другой. Он из другой оперы. Он более такой животный, да. А это вот прям искрящиеся, хрустальные... Легкость, роскошь, воплощение... Ну, не знаю. Ну, воплощение самой мега... Женственности. Вот как-то так. Роял Маска от бренда Миколев. Следующий аромат, который я любила носить перед сном. Уходить в нем в ночь, так скажем. Летом. Не сейчас. Летом. Жадорчик. Жадорчик я люблю. Жадор люблю и утром, и днем, и вечером, и ночью. Вот он для меня ночью был очень как-то так сладостен и притягателен. Вот он мне нравится. Он мне нравится своей вот этой фруктово-белоцветочностью, да. Тут кто-то не слышит. Я, например, слышу тут дыню в белых цветах. То есть, вы знаете, перемешать вот этот вот сок от белых цветов, жасмин, лилии, тубероза. Вот прям вот они же такие жирные, да. Чтобы они выделили это масло и смешать вот именно с мякотью спелой, сочной летней дыни. Чуть-чуть это, чтобы на солнце постояло. И вот это вот Жадор. Ну, для меня, я не знаю. Для меня этот аромат такой. И на ночь, знаете, мне он очень нравился. Лето. И вы спите в Жадором. Класс. Очень классный аромат. Рекомендую. Не только на ночь. Не только как пижамный. Ни в коем случае. Вообще, как любой. У меня это классическая версия. Eau de Parfum. Я никакие другие не люблю. Не люблю. Ну, не знаю. Может быть, я такой, знаете, классик, да. Я люблю все первые выпуски. Я не люблю уже, когда делают ремейки. Ремейки, да, ароматов. Мне нравятся первые выпуски. Только. И последний, заключительный аромат. Моя новинка. Он у меня появился недавно. И мне он пока нравится дома. Он мне нравится дома. И он мне нравится на ночь. Это Goldfield & Banks. Новая такая марка. Новый бренд австралийский. Создатель француз. Но бренд вот навеян. И инспирирован Австралии. Именно австралийской красотой. Австралийской природой. Все, что вот австралийским духом. Это вот Goldfield & Banks. И у меня это Velvet Splendor. Splendor. Velvet Splendor. Мне он нравится. Мне он нравится. Не хочу сказать, что он прям такой мощный, яркий. Такой вот прям громкий, да. Нет. Он именно... Он очень корректный. И он прекрасен для дома. Он прекрасен для дома. Он прекрасен именно на ночь. Ну вот видите, я уже тут... Ну сколько-то уже его использовала. Не ходила. Не носила его пока никуда на выход. Но вот мне нравится его после душа, перед сном, нанести. Даже слегка чуть-чуть на наволочке. Хороший аромат. Аромат о мимозе. Аромат о белых цветах. Приятный такой, знаете, женственный. Но вот без всяких вот выпирающих углов. Скажем так. Без выпирающих углов. Хороший. Хороший аромат. Раньше у меня были пижамными ароматами. Ароматы от Anik Goutal. У меня была фиалка. И у меня сейчас еще есть. Я забыла ее принести. Rose Splendid. Роза такая специевая. А фиалку я продала. Роза вот у меня есть. Я, знаете, вот фиалка, она была очень такая приятная, тонкая. Слишком тонкая. Вот она вот реально подходила мне на ночь. Она подходила как и мне, так и вот на постельное белье, знаете, пшикать. Вот такой вот аромат. Ну, знаете, ну это они гутали. Как-то не хотелось ее на подушке переводить. Поэтому я ее... Вот. На этом все. С вами была Аленка Блок. Это все мои ароматы на ночь. Мои пижамные ароматы. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите, пожалуйста, используете ли вы ароматы в ночь. Какие-то ароматы мне интересны. Или я одна такая вообще люблю подушиться на ночь. Пишите. Мне очень интересно. И наверняка вопрос, нравится ли вашему мужу, когда вы наносите аромат на ночь. Да, моему мужу нравится. Моему мужу нравится. Он не против. Даже очень за. Так что на этом все. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока.